Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам, что такое цитология. И цитология – это анализ опухоли. Этот анализ позволяет ответить на вопрос, является ли опухоль доброкачественной, злокачественной или является очевым воспалением. Итак, как это делается? Для начала нам надо подготовить наше рабочее пространство. Мы берем стекла, их может быть несколько, чем больше, тем лучше. Мы берем шприцы, и иголочки различного диаметра. Я предпочитаю иголочки небольшого диаметра, так более информативно. Для начала мы нащупываем саму опухоль. Вот она. Ее, к сожалению, не видно, но она хорошо пальпируется, она находится под кожей. После чего мы подготавливаем непосредственно место отбора материала. Берется машинка. Это облегчает работу доктора. Подготавливаем место отбора функции. Убираем грязь шерстки, саму сбритую шерстку. И приступаем непосредственно к отбору материала. Зажимаем само образование между пальцами, вот оно хорошо пальпируется. Берем стерильную иглу и вводим иглу в образование. При этом могут быть различные методы отбора. Если это образование мягкое, то вполне достаточно вот таких движений туда-сюда. После чего мы подсоединяем иглу к шприцу, набираем в шприц воздух, подсоединяем иголочку и содержимое выдуваем на стекло. И изготавливаем мазки. Чем больше таких мазков, тем больше. Далее место отбора можно дополнительно обработать. Как вы видите, даже кранишки не видно. На данный момент мы проводим окраску с этологического материала, полученного у животного с предполагаемыми биодеками. Окраска приводится при помощи краски ликадим. Это модифицированный метод по романоскому. Первично помещается стекло в фиксатор, далее в красную краску, а потом в синюю краску. Нам это необходимо для того, чтобы окрасить те клетки, которые мы стараемся и надеемся получить. После чего, после окраски, излишняя краска просто-напросто смывается со стекло. После окраски материал выглядит следующим образом. Вот так вот. Сейчас мы еще попробуем в микроскоп его запихнуть и поглядеть. Дополнительная оптическая среда. Чем хороша цитология? Как вы видели сами, она не требует наркоза, фиксации животного, абсолютно безболезненно, не приводит к росту образования после манипуляции с ним, и вы можете по результатам этой цитологии планировать дальнейшую диагностику лечения вашим животным. Продолжение следует...